Ну вот другой ракурс того, о чем я показывал и рассказывал. Вот тут как будто кто-то покрасил сверху, как тефлоновое покрытие. На самом деле это никто не красил, естественно. Это вот тот пепел, который после ядерных взрывов долго висел в воздухе и постепенно с дождями оседал вниз, образует такой клейстер, такую глину, такую массу странную. Ну и вот пример того, что это все-таки потоп, это неестественное образование. Вот естественные скалы, вот естественный кусок скалы, вот естественный кусок скалы упал. А вот неестественный кусок скалы, это камень вот с этой вот самой глиной. И вот тоже два неестественных куска упали Они остались в таком виде, потому что они очень хорошо слежались Вот он стоял на этой части, где желтое есть, вот это вот естественное И потом свалился, вот так перевернувшись и осталось Вот они, куски после потопа отпали Вот эти камни здесь лежали до потопа Потому что вот здесь есть куски глины сверху, не смытые А вот эти камни без вот этого украшения в виде глины сверху Они отвалились от скалы и упали сюда позже Вот камень, видно, он до потопа был Потом глина выпала, часть смылась, часть не смылась А вот эти камни вообще свежие, вот они Вот они, они упали после И на них нету этой глины, на них нет никаких следов эрозии, культурного слоя и так далее и тому подобное Вот четко видно отличие Причем это камни, булыжники пропитанные какой-то клейкой массы То есть это очень твердое образование Вот оно Вот пинаю Абсолютно, как бетон Вот оно Это выглядит очень хрупким, а на самом деле я пробовал отколоть нереально То есть это вот глина Если немножко ее обжарить на солнышке Обветрить, то она очень-очень прочная Нечто подобное я видел в Бангладеш, только с кусками кирпича Там, где раскопки я сделал, это стена, кирпичная стена Бангладеш Я заходил, платил денежки, чтобы растопки посмотреть И там 3 метра минимум, минимум раскопок было вглубь И там все это, стресс такой, кирпичи Битый кирпич, битый, то есть как его можно, битого кирпича несколько метров сделать И пропитать это все равномерно слоем глины То есть глина должна быть очень жидкой, чтобы заполнить каждую щелочку Ну, в общем-то, все, соратники, на сегодня Это, думаю, хорошее подтверждение всех наших выводов Правильности наших выводов Вот, обмануть природу, что называется Нереально Добра